Библейский портал экзегет.ру представляет Четвёртая глава первого послания к Тимофею, библейский портал экзегет. И первые три главы были такими очень высокими богословскими, хотя там были и практические наставления. Как обычно, о проблемах в посланиях идёт речь где-то после середины, ближе к концу. В четвёртой главе начинается разговор о проблемах. В третьей – подбор людей на роли епископов и диаконов, руководителей общинных помощников, а в четвёртой – те, кто так или иначе составляет им конкуренцию. При этом в конце третьей мы читали замечательные такие строки о Христе, праведность Его открыта в Духе, и вот с Духа начинается и четвёртая глава. «А Дух ясно говорит», то есть некое пророчество, видимо, «Дух ясно говорит, что в последние времена будут те, кто отступит от веры и будут внимать лживым духом и бесовским учением, при лицемерии обманщиков, чья совесть выжжена дотла». Вот такая характеристика, ну, понятно, лживые духи, бесовские учения, вот совесть выжжена дотла. Совесть – хорошее свойство у человека, но если человек начинает как-то злоупотреблять вот этим чувством внутреннего самоконтроля, внутренней вины, то она рискует выгореть. Есть такое понятие выгорания, эмоциональное выгорание. Но вот у Павла выгорание совести упомянуто, да, то есть люди, которые настолько вот на этом чувстве вины своем или чужом долго играли и манипулировали, может быть, людьми с его помощью, что в конце концов совесть атрофируется. И что же эти люди с выжженной совестью хотят? Они не дают заключать браки и заставляют воздерживаться от пищи, которую Бог сотворил, чтобы верные, познав истину, вкушали ее с благодарностью. То есть какая-то супераскетика, отказ от семейной жизни, как от чего-то грязного, да, и отказ от каких-то определенных видов пищи. Вот нужно умиршлять плоть, мы это часто слышим, вот когда человек начинает жить умиршлением плоти, когда это становится целью вместо средства, то совесть в результате выгорает, потому что нельзя все время себя обвинять за то, что ты еще живой, и у тебя есть какие-то потребности и желания. А дальше очень хороший принцип. Что есть, что не есть христианам. Можно ли, нельзя ли. Все сотворенное Богом хорошо, не нужно отвергать ничего, но принимать с благодарностью. Оно освящено Словом Божьим и молитвой. Имеется в виду, что при сотворении мира Бог, сотворив в каждый день растений, животных и так далее, говорит, что это было хорошо, а молитва освящает перед началом трапезы еду. Так что никакой запретной пищи для христиан нет. Все при сотворении было хорошим, все с молитвой освящено. Так наставляй братьев, и будешь прекрасным служителем Иисуса Христа. Ты вскорблен словами веры и последовал прекрасному учению. Вот вновь и вновь, как он отдельным общинам, так он здесь Тимофею дает очень большой кредит доверия. Говорит о нем самые высокие слова. Из этой вот высокой позиции уже можно смотреть на конкретные вещи и думать, что надо исправить, уточнить. Ты вскорблен словами веры и последовал прекрасному учению. Он уже от матери, которая веровала. То есть это уже второе поколение христиан, но одновременно и спутник Павла. Так сторонись же негодных старушечьих россказней. Бабьи-басни в синодальном переводе. То есть какие-то фантастические сказки о чем-то, что так занимает бабушек. Тоже он жесток, вот этот стиль послания, он довольно жесток. И местами, может быть, мы бы так сегодня не сказали. Так вот, у тебя есть учение о старушечьих россказней сторонись. Упражняйся в благочестии. Упражняйся, ну, как гимнастику делай, да? Телесные упражнения полезны в некоторых отношениях, а благочестие во всех. В нем есть обетование жизни и нынешней, и вечной. Ну, вот, видите, Павел не отрицает необходимости какого-то труда, в том числе, возможно, и аскезы. Но аскеза – это не то, что сказать, вот запретная пища, нельзя есть. А человек упражняется, человек себя ограничивает в том, что ему не необходимо, и это его некоторое усилие над собой, это его некоторая, ну, как гимнастика, да? Это не значит, что надо таскать, мешки там, да? Вот люди занимаются гимнастикой, чтобы быть здоровее, чтобы их тело было более гармоничным. Вот благочестие – то же самое с душой. Телесные упражнения полезны отчасти, благочестие – целиком. «Достоверно эта весть и должна быть принята всеми. Смысл наших трудов, вопреки всем оскорблениям, в том, что надежду мы возложили на Бога, живого спасителя всех людей, а наипаче верных». А тут вдруг так неожиданно, а при чем здесь эту надежду возложили на Бога? Ну, видимо, потому что есть люди, которые возлагают надежду на свои аскетические подвиги, на какие-то внешние правила, на законы и все прочее, Павел говорит, нет нашей надежды на Бога. «Именно это возвещай, так и учи. Пусть никто не презирает себя за юный возраст, только будь образцом для верных в слове, в поведении, в любви, в духе, в вере и в чистоте». Возраст не так важен, как состояние духа и жизнь человека. «В ожидании моего прихода, да, Павел собирается его навестить, занимаясь чтением проповедей и учением. Чтением вряд ли имеется в виду «сиди дома и читай книжки», а чтение писания, очевидно, связанное с его толкованием для общины. «Не пренебрегай даром, который был дан себе по пророчеству при возложении пресвитерских рук». Вот рукоположение, то, что сегодня мы знаем, это как раз здесь и описано, причем пресвитеры и епископы, судя по всему, одно и то же. Тимофей – епископ, но его рукополагают пресвитеры. Это имеет смысл, только если пресвитеры и епископ – одно и то же. И было еще некоторое пророчество, он опять его упоминает, очевидно, о самом Тимофее. «Вот о чем стоит тебе заботиться, вот что знать, и пусть твой успех будет явным для всех. Будь внимателен к себе самому и к учению, и занимайся всем этим. Поступая так, ты спасешь из себя самого и своих слушателей». Опять-таки, спасешь себя и своих слушателей, вряд ли имеется в виду, что он занимается самоспасением, но что вот эта линия поведения, она позволяет ему принять то самое спасение, которое совершил для него Христос, потому что вот это богословие Павел уже сказал, описал в другом месте. И обратим внимание, главное для руководителя общины – будь внимателен к себе и к учению. Не к людям, не смотри, кто там чем занимается, кто там прав, кто не прав, разбирая, наставляя, увещевая их, но к себе самому будь внимателен, потому что если этого нет и к учению, то есть к вере, если этого нет, как ты будешь наставлять их. Поэтому главное условие для того, чтобы помочь остальным куда-то их повезти, самому оказаться именно там, куда ты других людей поведешь. Субтитры создавал DimaTorzok